Так, Марк Анталия. Один из крупных центов в Турции, в Анталии самой. Здесь всегда очень-очень многолюдно. Здесь тоже точно так же есть сетевые. Вот они. Может быть, ассортимент больше? Ну, надо спуститься, наверное, до школы, кстати. Нет, ну это качество что-то не особо, не активно. Сказали Ване, что кроссовки в школу не допускаются. А так вот, смотрите, 65 лир. Ну, ясное дело, что made in Turkish. Так, меня здесь просили, знаете что, снять одежду для новорожденных. Вань, пойдем посмотрим одежду для новорожденных. Рубашечки пока что динадил для новорожденных. Кто просил поснимать, сейчас немножко поснимаю ассортимент и цены. Вот такие вот наборчики. Здесь шортики и маечка. 36 лир умножаем на 11. Так, вот такие вот бодики разные. Только-только, если кто-то родился. 30 лир такие стоят. Так, Вань, подожди. 70 лир. Вот такой вот костюмчик вместе с брючками. Ох, здесь на маленьких принцесс. Они еще маленькие. Какие вещички классные. Мне прям сразу захотелось сестренку, Вань. 20 тебе. 28 лир такие стоят. Тоже 28 лир. Маленькие светорочки. 40 лир на 11. Так, пеленки вот такие вот разные есть. Маечки по 16 лир. Халатик вот такой вот симпатичный. 70 лир такой халатик стоит. Ох, вот эти младенца. А, эти с третьих как привести. Как полотенчиком. Сколько такое стоит? Ценника не вижу. 50 лир вот такое стоит. Смотрите. Маленькая королевищная. Да? Так, посмотрим, что еще. Что еще? Ну, обувь совсем малепусенькая. Вот такая вот. Кстати, у нас не так много такого будет продаться. Совсем маленькая. А здесь, смотрите, много. 35 лир. На любой вкус. И тапочки разные. Платец. Костюмчики. Пойдем туда, пройдем дальше. Шортики. На мальчиков там у нас одежда. 12 лир. Футболки. Ну, в общем, все стоит, девочки. На самом деле, на наши деньги копейки. А на вот наборы пеленок. Пеленки прям такие мягкие. 30 лир такие стоят. Ну, я думаю, что, в принципе, достаточно, да? Такие наборчики из жилеток. 25 лир. Ассортимент хороший здесь. Выбрать есть еще. Рубашечка белая. 70 лир. Так, ладно. Из Вайкики выходим. Из Вайкики. Там вот и для... Опять и для детей. И идем искать что-то с более дорогой одеждой. В Марк Анталии внизу у нас. Страдивариус. Катон. Вот то, что вот на той улице, по которой мы сейчас с вами до этого прошли, да, был Катон. И здесь он тоже самое, Катон. Маечки, он, видите, от 29 лир. 39 лир. То есть цены низкие. Страдивариус. Страдивариус. Да, с обувь. Посмотреть кроссовки. Что-нибудь есть здесь? Со скидками сейчас или нет? Тяжелые? Угу. Ну, почему? А так они мягкие вроде бы. Ну, иди что. А вот тут вот. 529 лир. Так это же специально такой укрепленный нос-то. Мы с тобой брали подделку. А это настоящие адидасовские. Смотри, нарисован кто-то на кроссовках. Сколько стоят такие? Цены у них не разберешь. 489 лир такие стоят. На 11. Так, есть еще вон там целая стена. Мы зашли в адидас, ничего себе не нашли там. А есть спортив-магазин. Там, где объединено много разных. А? Не заходят ничего. Почему? Здесь все объединены. Марки, пойдем посмотрим. Здесь вот, допустим, и Puma, и Адидас. Все-все-все марки. Какие нужно? И Nike. Вот Nike, допустим. Сейчас посмотрим, что у нас из Nike. Здесь все, видишь, и Nike, и этот, и этот, и этот. Ты с такими смотришь? Я хочу просто себе белые кроссовки. Вот эти кроссовки. 399 лир вот такие стоят. 4,500 где-то. А эти сколько стоят? Весь. Пойдемте, у нас еще посмотрите. У нас ничего не будет. Кумовские кроссовки. Вот адидасовские. Вот там, понимаете, один магазин адидаса. Здесь сразу все представлено. Если в адидасе ничего не нашли, то в другой марке найдете. Я бы с полосочками-то вот не хотела. Сколько такие стоят? Тоже 359 лир. Здесь рыбак. Рыбак 539 лир на 11. Так, это уже все для баскетбола. В общем, ну вот такие вот, которые для повседневной носки. А, смотри, это дружка, чтобы они бегут. А? Знаешь, что это? Беговые дорожки. А, беговая дорожка. Ну, можешь побегать пока по беговой дорожке. Пока мы с бабушкой. Ну, у продавца пошел бы померить. Nike 399 лир. Они стоят. В тесной? Нет, у нас тебя нравится. Смотрится на ноге красиво. Да, они так. А, не так. А, моя мышца пришла на подхода. Как тебе? Нет, они красивые. Как вот насчет удобства? Понравились? Вроде бы, да. Широкие, вроде бы, да. Широкие. Оксана говорит, бери, мам, себе красоту. Ну, правильно она тебе говорит. Давай покупкой тебе, мам. Наконец-таки. Хоть что-то купила. А то мама говорит, зачем же я сюда ехала? Ничего купить себе не могу. Тех, кто спрашивал сейчас, какие коллекции в Кула Асан. Давайте зайдем, посмотрим. Мужские. Мам, здесь и мужские, и женские. Мужские или все? Вот слева это женские. Женская одежда. Так, ну, по сравнению с осенью, пока что я не вижу каких-то изменений. Такие какие-то кофточки. 100 лир. Сейчас со скидкой такая кофта стоит. Сейчас походим. Надо здесь подробно, надо смотреть, все рассматривать. Здесь не все висит на вешалках. Нужно снимать. С полок. 125 лир. Сейчас, кстати, скидки я смотрю здесь. Так, джинсы, рубашки. А, мам, а вы что-нибудь здесь будете покупать? Сейчас посмотрим. Скидка, смотрите, 50% 100 лир. Такие рубашечки стоят. Ну, здесь, я, кстати, еще в прошлый раз заметила. Здесь поласы, но у них ассортимент. Вот мы в Алании были в магазине. Там больше был ассортимент. А самый большой был в Дипо ассортимент. Вот изделий 179 лир стоит. Так, а сколько вот такие полуверы стоят? 189 лир. Так. Вот здесь у нас рубашечки. Ну, так, новинок пока что я никаких не увидела по сравнению с весной. Если, Ваня, что-то попадется интересное, маечки 42 лиры вот такие стоят. Вот такой вот футболочек я в прошлый раз не видела. 75 лир такая стоит футболка. Вот здесь зеленая. Рубашечка вот такая. Вот Аксан тогда размер синий нашла. 100 лир такая стоит рубашка. 1000 рублей. Аксан тогда вот эту хотела взять. Не было размера. Вот кто спрашивал про кофты про наши. Вот мы их, видишь, здесь покупали. Вот Аксанина кофты сейчас. 75 лир стоит. Вот такая вот синенькая, кстати, не было тогда такой. Тоже 75 лир. Но размеров, кстати, здесь очень мало. Здесь размеров практически нет. 75 лир. Тоже распродажи, но размеров нет. Джинсы с 50% скидкой. Вот это качественная, хорошая одежда. Вот магазин Бойнер. Там тебе ничего не понравилось в Бойнере? Здесь ничего. Ну, пойдем наверх. Ну, это спортивный Бойнер. Вот здесь, кстати, мам, распродажа обуви потом и сумок. Вот здесь можно посмотреть. Да. По традиции мы с мамой все-таки пришли вот в этот магазин. Здесь цены высокие, но здесь вещи красивые. Я в прошлом году здесь смотрела. Здесь выбрать можно себе. Нара Макс. 74 лиры, кстати, такая стоит. Неплохая. Сарафанчики. Клепстрим. 174 лиры такая стоит. А вот это тоже симпатично. 84 лиры. Вот это легкая-легкая, прям вот невесомая. Вот симпатичная. Мне очень понравилась. Блузочка такая. Тоже легкая-легкая. 109 лир такая стоит. Былочка. Темные вот такие. Вот есть с красивой спиной. 94 лиры. А есть такая писать король? Надо смотреть, да, посмотрим. Так, это европейский 36-й. Европейский. Ничего не могу понять. 46-й. Да, вот это вот нам гляньте. Сейчас посмотрим. Здесь вот вещи, все-таки, вот приходишь, вот видно, что они сразу же вещи симпатичные, красивые, женские, скажем так. Там все-таки, вот где мы предыдущие магазины все были, больше на молодежь ориентированы. Брючки. Такая балузочка. 114 лир красивые. Но она тонкая-тонкая. Ну, померь, посмотри. Подожди, размер сейчас посмотрю. Да, маловато. Нет, не маловато, она как-то вот. А ты говорила большевата. Ага. Вот это нравится. Ну-ка, задом. А, ну, может быть, она вот из-за этой прищипки, но мне кажется, немножко все-таки она... Нет. Хочу показать, как в Турции популярен тоже вот этот вот весь фастфуд. Здесь его очень-очень много, а народу здесь еще больше. Мы еле-еле ходили, 10 минут искали свободный столик, чтобы сесть, чтобы покормить Ваню. Там голова трещит от этих звуков, всех, которые здесь есть. Мы сейчас с мамой пойдем в какое-нибудь кафе на улице поищем. Ну, а Ваня у нас любитель наггетсов, поэтому завели его сюда. Уже отошли мы от Марка Анталии и дошли уже до конца вот этой нашей улицы, на которой находится гостиница. Ух ты, смотри, какие здесь вкусняхи пекут. Так, Ваня у нас покушал наггетсы, а нам с мамой нужно найти, какой-нибудь кафешку, чтобы поесть. Пускаемся вниз, здесь очень много частных лавочек. Сейчас проходим ковры разные, ручной работы. У нас сюда, когда мы на экскурсию ездили, завозили, показывали, как их ткут. Мама еле-еле идет. Очень много сувенирчиков. Выбрали вот вроде до какого-то ресторанчика, вроде бы симпатичный, с видом на море. Сейчас нужно подойти, посмотреть меню. Меню не будем смотреть? Сразу пойдем садиться? Сразу пойдем садиться без меню? А что, а меню принесут? Нет, там у них меню было. Мы выбрали вот такое вот местечко с видом на порт, на яхты, да? Вот я сюда тогда на экскурсию, мам, ездила. Рамада Плаза в другой стороне солнца. Ваня Рамаду Плазу потеряла. А здесь вот с таким вот шикарненьким видом. Посмотрим, во сколько нам обойдется еда с видом на порт. На яхты, катера и корабли. Что ты хочешь? В Кемер. В Кемер хочешь уже? Мама с ней находилась здесь целый день. И она уже хочет в Кемер. А вон там, смотри, вон там он. У нас еще тоже много-много кафе вон там, наверху находится. Завтра, может быть, там поужинаем. Так, принесли нам меню. Меню надо было искать кафе на русском языке. Ничего здесь не пойму я. Что здесь вообще? Хоть бы картинки были бы какие-то. С картинками нет у них меню? О, мне нравится здесь главное слово одно по-русски. Гриль. А, ну ладно, стейк, понятно. Спагетти, понятно. Сыр, понятно. Снеки, гамбургеры, кока-кола. В общем, ушли, стало место несолоно на хлеба. Потому что ничего толком не поняли. Я там с переводчиком сидела-сидела. С турецким. Он у меня в телефоне-то и есть. Но не понял. В общем, очень долгое обслуживание. Пошли, нашли другое кафе. Но что-то, видимо, с какой-то спортивной тематикой. Судя по тому, что показываю по телевизору, по картинке. Кальяны здесь курят. Но, как бы, где-то кушать надо. Завтра будем, наверное, в отеле, да, завтра возьмем ужин. И не будем мучиться. Ну, потому что, на самом деле, как бы, мы же не знаем толком. То есть, я сижу, перевожу, что там. У них написано рыба. А там к рыбе еще куча всего подается, допустим. Здесь есть продуктовый. Мы зайдем. Я смею. Смотрите, мне принесли бокал для сравнения. Я такие бокалы еще не видела. Смотрите, стакан, Ваня. И бокал. А маме чай для сравнения. Сейчас покажу, смотрите. Ну, стаканчик. Ну, напитки принесли сразу. Так, Ваня, у тебя сок не холодный? Дай-ка я попробую. Наверное, холодный. Холодный. Калиша, официант сейчас укладывает салфетку. Ваня такими глазами безумно смотрит. А зачем, говорит, это? Для чего это? Hello. Russian YouTube. YouTube? YouTube. Да, да. Live? Yes. И, в общем, принесли нам приборы. Самым первым у нас, видите, принесли Ивану заказ. Огромное мороженое. Здесь что-то, я так поняла, порция огромная. Даже боюсь представить, какая у нас сейчас будет порция еды. Принесли вот такие вот закусочки. Хлеб. Хлеб мы не заказывали, они автоматом его приносят. Да, молодцы? А у нас нет. В общем, мамульчику принесли вот такая вот подача. Это курица тушеная была. Написано, как мы разобрали, в общем, с овощами, с сыром. И смотрите, прям горшочком. Она до сих пор... Да, шкварчит прям. Ну, готовили где-то минут 20, наверное. Она еще готовится. И к этому подается вот такой вот гарнир, вис и картошка на выбор. Что ты хочешь, что ты и покушаешь. Ну, я думаю, что маме этого, да, достаточно, наверное, будет сказать. А мне, я не знаю, принесли как гиганту какому-то. Я это не ем, ни за что не съем, ни за что в жизни. Вот это вот блюдо стоит 40 лет. Чтобы вы понимали, вот порции, масштабы порции, кто спрашивал, что здесь очень-очень большие порции. То есть написано в меню, Вань, подожди, написано в меню просто рыба. А к рыбе идет еще и салат, и картошка. И плюс еще вот такие вот закуски приносят. Что? Мне кажется, у бабушки блюдо выглядит поаппетитнее. Поаппетитнее? Да. У меня не аппетитнее. Ну, там еще все варится такое. Скворчит? Ну, варится там, видишь. В общем, смотрите, ели мы, оказывается, породить ресторан-спорт-бар. В спортивный бар мы все-таки зашли. Вот такое вот у них меню. И мне очень понравилось, очень вкусно, да, мам? Да. С удовольствием поели, в общем. Но люди, смотрите, какие-то маленькие улочки, проезжает одна единственная машина тут только, максимум. Человеку деться некуда. Лена, куда? Куда она? Куда я пошла? Улочки здесь все одинаковые, круглые. И мама, она теряется, она не понимает вообще, где она находится. Куда, в какую сторону ей идти? Потому что здесь все похоже. Здравствуйте. Не-не-не, спасибо. Не хочу, спасибо. Не хочу, не могу. Наелась, как этот. Такие порции. Мы половину не съели, потому что это нереально съесть. Очень-очень большие порции здесь. Они больше на мужчин рассчитаны. Вот так. Здесь тоже что-то типа рыночка такого. Эти футболки по УАСН. 4,90 евро стоит. С разными рисунками. Майки, Найк, Гучи. Не хочешь, знаете, посмотреть? Найки, Гучи. Мама сегодня уже уходилась. Да, уходилась. Уходилась. Идет, прихрамывает уже назад. Все. Красивый. Красивый. Мам. Ну как тебе объяснить? Это все подделки под фирму. Вот смотри. Том. Том, Михаил, Клэр. Магдер. Магдер, дайте настоящую кожу. Но настоящую кожу нужно искать в нормальных, сетевых, обычных магазинах. О, Майнкрафт. Смотри. Кофта даже под Барбарис сделана. Вот эта вот клетка, это символ Барбарис или Барбарис, как там правильно произносится. Даже уже кофта в этом. И Майнкрафт тоже был. А здесь Гучи все. Гучи. А здесь мужские вот эти тоже. Гучи. Гучи. Юга, босс. А ты куда все стараешься завернуть? На вон туда по ступенькам наверх. Мама все старается ступеньки обойти. А ну что, очень тяжело подниматься. Да, тяжело подниматься. О, Вера, какие красивые. Мам, у нас уже есть. Ну, когда поели, уже гораздо лучше себя чувствуешь, да? Я не знаю. Ты уже не знаешь, что я сейчас в Лешку, да? Ну, дело не в этом. Что тяжело. Приди и полежи. Тяжело ходить. Кажется тяжело. Раз спина болит. Ну, спина болит, возраст что-то хочешь. Мам, ты знаешь, какой здесь самый лучший транспорт? Ну, для людей, чтобы пройти. Мотоциклы, потому что они не такие большие, и можно спокойно пройти. Да, мотоциклы самая удобная. Ты чуть-чуть отошел, а он пока не себе едет. Ваня у нас живчик. Ничего есть не стал, но он наггетсы наелся. Его вот в такое кафе невозможно вот просто так завести его в такое кафе, и чтобы накормить чем-то. Очень тяжело. Надо сейчас продуктовые водички взять. Мам, у меня же есть мотоцикл. Свой. Мотоцикл? У меня же скучно. Спасибо, уже поели. А можно пить? Можно пить. Пить, есть. Нравится, не нравится. Пить, мои крылосянцы. Ваня научился у мамы нехорошим. Смотрите, какие трубки классные. Что это нехорошее, что ли? А? Что это нехорошее, что ли? Взрослые поймут. Отчетчики. Относительные, да. Ага. Относительные. Мам, помнишь твой турецкий главный убор? Ты даже, по-моему, привезла как-то такой. Помнишь? А, кей? Не, а тут эти юбитейки, я помню, ты привозила. Это папа купил. А, это папа купил? Да папа себе купил. Мам, смотри. До сих пор тут коты, как будто бы люди. Они такие умные. Коты здесь везде. Потому что они плодятся. Коты и кошки, им здесь хорошо живет, потому что холодов нет. Че они? Мам. Ага, не нуждаются они. Мам. Ого-го. Мам. Они как будто бы реальные, реальные люди. Они понимают, что там машины нет. Так, надо отойти. И вышли мы сейчас, у нас 21.00. А сейчас купим. Сейчас зайдем. Мама, а мы сейчас сегодня посмотрим, что там на теле. Сейчас дай мне сообразить. Где здесь Мигрос? По-моему, он там, справа, что ли? Ну, ты воду хочешь купить. Тебе не надо? Не надо. Ну? Магазинчик надо зайти в сетевой. Чего? Ну что, обосновываю. А, пойдемте покажу. Здесь курс. На сегодня, наверное, последнее, что я покажу. Курс обмена. Улица наша. Вот она. Ну, нам, у нас в номере есть чайник. Нужно купить водичку. Мам, скажи. Фрукты, может. Что? У них канализация? Телефон. Ваня обратила внимание, что на канализацию. Вон, Мигрос. Ура! Нам далеко идти не придется. Он маленький, но вода там есть. А больше нам ничего не надо. Здесь, смотрите, в девочках вечера жизнь кипит. Здравствуйте. Нет, нет, спасибо. Так, значит, я показать курс доллара. Значит, доллар, смотрите, 5,4 доллар. То есть, 1 доллар – это 5 лир и 4. Евро – 6. Кстати, сегодня был курс ниже в Кемере. Я сказала, Вань, 6. 6,1. А там почему-то доллар-доллар и евро-евро. Не знаю. Евро-евро. Я хочу сказать, что сейчас хоть и уже вечер, но прохлады пока вообще никак не ощущается, да? Мама, ты знаешь, что... Надо к морю выходить. А знаешь, что я сейчас... Дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун-дун. А я скучаю по Ромаде-Плазе. Почему? Ну, потому что так понравился мне этот отель, вообще классно. А у вас далеко от тебя? Недалеко, да. Прям совсем рядом. Так. Так, ой, как хорошо здесь кондии работают, счастье есть. Так, апельсинчики у нас 7 литров. Специально написали Мигросжет про него, что он маленький магазин. Ну, он маленький, знаешь, маленький, да удаленький. Мигросжет, он даже меньше, чем обычный Мигросжет. Вань, все, что нам нужно, здесь есть. Это вода и может быть еще Айран возьмем. Да что, он красивый, думаешь, Айран? Можно мне Айран? Можно. Надо корзину взять. Кто будет корзину у нас носить? Буду. Я любитель Айрана. Мне турецкий очень нравится Айран. Мам, у тебя ничего не болит? Нет. Так, печенье, твое печенье, вон оно внизу, бери. Вот оно, Ваня. Ваня вот любит очень вот эти печеньки. Ну, бери себе, там сколько, штучек 5. А мы себе чай, вы чего не будем брать? Сейчас посмотрим, походим. Что-то я после ужина такого. Какой там чай? Ну, реально, вы видели порцию? Бокал вина принесли, я думала, там будет. Как у нас приносит. Здесь так, бокал так. Как будто графин принесли. Принглсы 24 лиры стоят. Так, вода, 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 вода. Самое главное, это вода. Вот оно, полтора литра. Стоит 2 лиры 50. 2 лиры 50. То, что нам надо. Две хватит нам? Две, да. Ой, это большие. А можем еще одну взять? Ну, куда нам 3 литра? Ну, нам близко идти или нет? Нам близко идти. Ну, зачем нам больше табирать? Достаточно. Куда? Столько? Для чего самое главное? Давай возьмем кусок мыла еще. Ага, тебе не понравилось такое, да? Которое жидкое? Давай, здесь что у нас? А, это молоко разное. Да? Детское, а? Бабушка, что мне нравится? О, скажи. Пистолетик. 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 Пистолетик, ну. Пистолетик, ну. Я знаю, такие молодости. О, давай возьмем. Смотри, маленькая серия. Ваня, Ваня, ему вот без разницы. Ему лишь бы что-то взять. Ему все равно что. Да, да. Но ему главное, нужно вот сам процесс. Что-то взять. Слушайте, я хочу сказать, насколько отличается Анталия. Апрельская от Анталии и августовской. В апреле такой кайф был. Людей было, слушай, немного. А сейчас... Людей, смотрите, сколько? Полдесятого сейчас у нас. И вот такого вот количества людей. А ты же обалдеть, да? И собак тоже есть. И собаки. И люди. И собаки. Ну, смотри, мам, вот мы посидели в тишине, в уюте. Ага. Мы посидели в тишине, в уюте. Вот в кафе ты на меня ругалась, что я тебя далеко повела. Ну, это, во-первых, недалеко, согласись, было. Просто тебе показалось, что далеко. Вот, ну вот, мы уже практически пришли. А здесь, посмотри, сколько людей здесь. Здесь очень много людей. А это, Ваня, твой любимый фонтан тоже. Сейчас на улице такая жара. Самое оно в фонтане попрыгать. А вот это дом мороженого, что ли? Смотри, наверху какое мороженое огромное. А если оно упадет? Да, это из картона, наверное, скорее всего сделано. Нет, это из картона, это из резины. На ковыра. А здесь резины и пасты. А, мыло, сейчас где-нибудь захватим по пути. Сколько тут мороженого? Ну, мы мороженого уже наелись. Здесь интересно, во сколько же здесь жизнь прекращается? Во сколько по времени? Энга! Это ледяное мороженое. а нам по этой стороне ну там по свободе он пойдем потом а еще такое это что-то оксана по-моему такой привозил есть имя миша картина есть разные имена какие хочешь вот такие придумай любые именно это чай это сувениры это кальяна здесь направо пойдешь на рынок попадешь налево пойдешь на рынок пойдешь прямо пойдешь на рынок попадешь везде кругом одна торговля кстати помните я третьего оператора сутовой связи вспоминала турк телеком турк телеком турсель и вода фон ну вот я воспользовалась вода фоном уже третий раз купила 15 гигабайт интернет в общем 100 лир стоит 15 гигабайт плюс карту я покупала думаю уже узнаете и два раза уже я по 15 гигабайт манта веришь что сейчас полдесятого вечера улица киш мякишет людьми фонтан вечером и кукуруза ну кукуруза здесь твоя любимая продается именно вареной кукурузой пахнет она вольнаешь почему вкусная потому что она с маслом со сливочным маслом они ее мешают и уже варят варят она вкусная поэтому мы сейчас да будем с окошку на все смотреть у нас второй этаж сейчас у нас 11 вечера в 11 вечера уже вот эти вот все мелкие маленькие платочки закрываются но людей меньше конечно стало но все равно еще люди есть но самое что интересное что меня поразило что у нас в 11 вечера еще купаются в бассейне люди обычно многие кто отдыхают здесь знают что после 6 после 7 уже в бассейнах запрещают купаться потому что там идет санобработка бассейнов а здесь видите в 11 часов купаться не мудрено сегодня днем было очень очень жарко было очень жарко ходить и даже вот честно говоря первый раз и не охота а вот там смотрите азиз отель две звезды то есть здесь центре очень очень много отель в общем дорогие друзья всем огромное спасибо что вы были сегодня с нами что посмотрели это видео как всегда всем желаю добра удачи позитива и мы обязательно увидимся с вами вновь пока пока